Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Ибо себя отречься не может на объявление. Павел один пишет. Шалом, Игнатий Тихонович, я хочу задать вам вопрос о Тысячелетнем Царстве. Я говорю, что оно идет, а люди, с кем я беседую, говорят, что написано, ребенок будет играть с аспидами, и с ним ничего не случится, что лев не будет трогать никого. Но вы понимаете, что мне говорят? Я не знаю, что ответить. Заранее благодарю за ответ. Шалом. Отвечаю, это все говорится в духовном плане. Люди разные. Один, как лев, нападает, змея жалит. Ну и привожу места Писания, по которым человек может проверить, правильно ли он поступает. А это поступки его будут перед Богом. Иеремия 46.22. Голос его несется, как змеиный. Они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Псалом 9.30. Подстерегает в потаенном месте, как лев в лаговище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая все эти свои. Деяние 9.13. Ананя отвечал, Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. То есть о Савле. Деяние 9.13. Ананя пошел и вошел в дом и возложил на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел. И исполнился Святого Духа. То есть все эти места говорят, что животными называются люди по характеру, какие они есть. Ананя ягненок, Павел лев. Вчерашний лев Савл ослеп, принял Христа. И так везде, где Дух Святой касается сердца. Ксения пишет. Уважаемый Данат Итиханович, почему так происходит плохо в Украине-то? Они вот-вот получат автокефалию. Раскол мирового православия. Что же такое случилось в мире сейчас? Простите, что вас спрашиваю. Я вам верю сильно. И вы так правы про бабку Еву. Я женской души, это плохо. Душа нехорошая и грешная. Ну, не знаешь, пишет этот человек, женщина, не женщина. Никого не видно. Но отвечаю, раз вопрос есть. Нам зачем об этом думать? Какое отношение мы имеем к этому? Никакое. Я отвечаю. Местами Писания. Если человек это верующий, ему это будет достаточно. Он дальше не пойдет. Сарахов 12.9. Не спорь о деле для тебя ненужном. И не сиди на суде грешников. Иеремия 24.7. И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь. И они будут моим народом, а я буду их Богом. Ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. 78 раз в Святой Библии звучит этот вопрос. Почему? Вот интересно на все вопросы, как Бог отвечает. Главное-то, что нужно мне или не нужно это знать. А если не нужно, тогда и вопрос не нужен. Третья езер 8.47. Многого не достает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание мое более меня. Хотя я часто приближался к тебе самому, а к неправедным никогда. Поэтому у них рассуждение такое грешное. Третья езер 9.13. Ты не любопытствуй боли, как нечестивые будут мучиться. Но исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век, и ради которых век. И когда? Никита пишет. А где можно найти ваши стихи тем, кто в узах? С уважением к вам я. Я обещаю. Зарядите просто в Ютубе вот это. Проповеди в стихах. Том 1, 2, 3, 4. По 800 страниц. Или конкретно на нашем видеоканале. Стихи называется. Но это еще не все. Я могу открыть еще один момент, где стихи легко найти. Откроем наш православный библейский сайт. И вот здесь написано «Стихи». И мы нажмем слово «Стихи». Вот «Стихи». Скачать. 3382. Виктор Савченко. Список стихов из книги. Аудио «Стихи». Вот. 270. «Проповедь в стихах». Это вот эти самые 4 тома. «Проповедь в стихах». В Ворде. «Пейджмейкер». А это в Ворде. В Ворде. 2, 3, 4. «Проповедь в стихах». Все стихи одним файлом. Ну, вот так. Сейчас мы уже снять. Вот так, я думаю. Опию здесь можно открыть, сохранить. Копировать. Копировать, а теперь вставить. О, пошло. И где это надо еще указать? Копировать. Вот, получилось. Ставить. Вот так. Вот этот народ. Ру на нашем зайти. И дальше все. Вот как оно уже идет. Так, так это что получается у меня? Копировать. Копировать. А кто меня спрашивал? На него надо выйти? А кто это спрашивал? Сейчас мы найдем его. Вот видите, как делается. Творворд. Вот видите, как. Так, если можно, пишите ролик в жизни. В тюрьме и благовестие. Непонятно, он это или нет задавал. А кто же задавал-то вопрос? Никита, вот он кто. Ну, так тогда я ему еще добавлю. Так это что-то, да, получается. Мне надо сюда зайти. И Андрей что-то пишет тоже. Первый выпуск просят Нового Завета. Не знаю. Ну, может где-то найду. Вот. Что у нас тут есть? На этом задержался. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Ребенок задает вопрос. А какая молитва была первая в Библии? И у кого? Задумывался. Действительно, у кого? У Авраама? Пообещал, что спрошу у вас. Ваше имя действует на детей авторитетно, безапелляционно. Отвечаю. Мы этого уже никогда не узнаем. Может быть, у Адама. Но о том не написанном в Святой Библии. Это если рассуждать по святому Иоанну Златоусту с развитым воображением. Адам мог дать в первый же день до 400 вопросов молитву к Егове Отцу. Это показывает опыт над малютками к родителям. А может быть, у Авеля при принесении жертвы благодарение за радость бытия, радость от красоты творений. А чего же и не быть молитвой при жертве самому Творцу? Но вот первое обращение к Богу и есть молитва, мольба, просьба уменьшить наказание. Бытие 4.5. А на Каина, ну это ни одно место придется просчитать. Почему? Раз спрашивает, видите, вопрос маленький как будто бы. А на него надо подробно ответить местами Писания. На Каина и на Дарьево не призрел Каин, сильно огорчился. Что-то выглядело слово. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Сказал, это и есть просьба молитва. 1 Иоанна 3.15. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. И Бытие 4.7. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господственный над ним. Поднимать лицо кверху, значит обращаться к тому, кто там наверху. Ну и на этом все. События дня. Вот это вчерашнего дня. Вчера была у нас среда. 12 сентября. Что у нас было? Докопали картофель нашу, которая там была около Саманного. И потом сразу перешли сюда. У Надежды Васильевна в огороде. Они с матушкой Людмилой огород пополам делят. И матушке все выкопали. Выкопали. Тяжело было. А там клён растет вдоль ограды, как бы, на переулах. И все заслоняет много тенью. И я вчера взял большой топор, наточил и начал рубить. А сегодня ночью не сплю. Вся рука немела от ударов. Она как-то у меня попала, там, когда ей пало. Небольшое, но достаточно сильное дерево-то. И падает, и прямо в разбирину у меня попала рука. Дерево падает и начинает выворачиваться, как крокодил. И я за деревом. Руку чуть не оторвало. И вот рука вся мажет, ничего нет. И лежу, растираю, растираю. Кровь как-то пустить по руке. А рука мертвая. Не могу не сжать ничего. Вот тоже значительное для меня событие. Вот сейчас бью ее, чтобы она хоть что-то прочувствовала. Все время растираю между пальцами. Между пальцами. Как будто надутые кровью. Крови-то нету. Вот так. Вчера вечером, говорю, Виталию, ты смотрел фильм «Искупление»? Для евреев специально поставлено «Искупление». Не смотрел. Ну, давайте, посмотрите. Я немного посмотрел. Какой хороший фильм. Как доказательство, буквально, ну, на простом месте. Вот что значит уметь вникать вовнутрь. Благословения. Виталия рядом. Все время замещание приходится делать. Вот мы стоим. Это отдельно расскажу. Надо картошку я копаю. Вот. Еще 600 лунок выкопал. 600. Посчитал все. Там 3,5 тысячи. И на каждой лунке 5 движений нужно сделать. Поворотов. Ногой дважды нажать. Дальше поднимать. Через колено ломать. Земля разная. А у нее здесь по несколько картофелин посажено было. До того крупное. Много. 10-12 картофелин. А то больше. Ну, очень сильное у нее. Похуже у Надежды Васильевны. У нас совсем хуже. Я ей говорю. Ты что-то какое-то слово знаешь. Батюшка пришел, смеется. Как колдунья какая. Она главный агроном там была. И с институтом сельскохозяйством. Сколько лет сотрудничала. Закончила техникум. Потом институт сельскохозяйственный. Она природная. Ее не корми, не пой. Она будет на коленках ползать. И здесь. Две старушонки. Вот такой день. День весь был в труде. В труде большом. Виталий все башлык натягивает на голову. А я против. Сними башлык. Да холодно. Ну, какой холодно-то. Она мне тоже урка. Ну, тогда я сниму совсем до одной рубашки. Ну, правда, ветерок поддувает. Да не надо, не надо. Нет. Я тебя все-таки устыжу. Здорово, молодой парень. 40 лет. И ты мерзнешь. Ну, что смеяться-то? Как ты можешь мерзнуть, когда ластощат, а летают? А ласточка при холодной погоде не бывает. Ой, я вышел. А тут за деревьями скрывались. А эти клен рубить надо. И клену нарубил много. И вот сегодня на 13 число. Виталий инструмент, топор, ножовку, чтобы он сваленный, обрубил стучки, стучки вдоль ограды и прочее. Об этом я буду еще говорить. Он ничего не знает. Все надо показывать. Как так? Ну, вот такие люди приезжают. Здоровый, крепкий-то он ведет себя сам за собой. Это нет. Еще и спорят иногда. Но еще все обходится. И вот все на этом.